Три года назад Ивановцам рассказали о новом сервисе, с помощью которого можно в режиме реального времени отслеживать движение общественного транспорта. В крупных городах для этого существует приложение «Умный транспорт». Где найти обещанный сайт теперь и как им пользоваться, постараемся разобраться. Несколько лет назад в «Умном транспорте» был и наш город. В мэрии говорят, что к мобильному приложению отношения не имеют. Отвечают только за сервис и в glonass.rf. Там, по заверению замдиректора МУП «Ивановский пассажирский транспорт», можно отслеживать только движение троллейбусов. И то с сайтом возникли проблемы. Больше недели он был недоступен. Из-за технической сбои на стороне оператора с прошлого понедельника, 4 декабря, троллейбусы, движение троллейбусов онлайн не отображается. Оператор сейчас производит необходимые технические мероприятия по восстановлению работы сервиса. Впрочем, даже когда с сайтом все в порядке, найти его не так просто. На сайте администрации нужно открыть раздел «Жителям города». Затем в боковом меню во вкладке «Транспорт» кликнуть на схему движения. На странице профильного комитета две ссылки на соответствующие сервисы. Работает, правда, только первая. Это и есть сайт и в GLONASS. Здесь не только троллейбусы, но также автобусы и маршрутки. Но их движение отображается некорректно. Что же в сухом остатке? Найти нужный сайт непросто, функционирует неправильно. А уж о том, чтобы комфортно найти нужный маршрут, стоя на остановке, не идет и речи. Вы знаете про сайт, на котором можно отслеживать движение троллейбусов? Нет. Вы пользуетесь троллейбусами сами? Нет, не пользуюсь, к сожалению. Вы сами пользуетесь троллейбусами? Редко, в основном автобусами. А если вам нужен троллейбус, вы ждете, ну, вы по расписанию как-то смотрите? Ориентируясь на расписание, которое на остановках. А вы сами ездите на троллейбусах? Да. И как ждете троллейбусы? С помощью расписания? Да нет, как придет, если нет троллейбуса, тогда на каком-то другом транспорте. Вы знаете про сервис, на котором можно отслеживать троллейбусы? Нет, вообще не знаю. А вы знаете про сервис отслеживания троллейбусов? Нет, первый раз слышу. А как вы считаете, было бы удобно с телефона смотреть, где находится ваш троллейбус? Да, 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 да. Было бы удобно подойти ко времени и посмотреть, где есть что и уехать, конечно. У меня, тем более, что, ну, как бы, маршрутки меня не устраивают. Ну, не люблю я их, они очень плохо ездят. Безопасность, прежде всего, его. А как вы узнаете, во сколько приедет ваш троллейбус? Ну, я примерно уже по времени подхожу, приноровилась и так, поезжаю. Вы знаете про сервис, на котором можно отслеживать троллейбусы у нас в городе? Нет. А вы пользуетесь троллейбусами? Нет. Как выяснилось, про сайт с движением электротранспорта в Иванове не знают. Да и на троллейбусах ездят немногие. Сайт, да, достаточно нормально работал. То есть, по функционалу, так, в принципе, особо придраться не к чему. Ну, конечно, сколько ждать троллейбуса, это просто ужасно. Минут 20-30. Вот я 11-м троллейбусом пользовался достаточно долго, долго. В городской мэрии сейчас планируют реформу системы общественного транспорта. Затронет ли она электронные сервисы, пока не ясно. Остается только стоять на остановке и ждать заветный троллейбус. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.